всем привет вы на канале сергей гончаренко и сегодня у нас очередная распаковочка посылки из китайских интернет магазинов вот она и в которой находится термобелье тогда все верно зима уже прошла сейчас весна полным ходом уже практически тепло но я купил термобелье ладно зачем оно вообще нужно как выбрать какое это и общие рекомендации что к чему и как вы можете увидеть в этом ролике если вам интересное данное видео оставайтесь с нами смотрите далее и так покупал я данный комплект термобелья на алиэкспресс она не из дорогих сейчас мы его откроем смотрите ссылочки я конечно прикреплю под этим видео вы сами можете посмотреть я несколько видов то что покупал и ту которые там популярные покупают еще люди кстати вот это вот комплект тот я который я покупал это одно из самых популярных очень много заказов очень много отзывов и отталкиваясь от отзывов в принципе от описания и рейтинга продавца я уже брал вот этот вот комплект у меня был точнее сейчас есть комплект термобелья фирменный норфейс норфейс извините за мой английский но это так вроде бы как и неплохой и отходил он уже три года в принципе все норм немножко под износился но я решил заказать еще один комплект чтобы был во первых чтобы был второй смены в третьих что вы просто был про запас а так я пока буду скрывать и смотрите дальше хочу сказать для чего я вообще покупал термобелье пакет в пакете и еще в пакете будет термобелье я покупал в основном для того чтобы я люблю бегать и заниматься активными видами спорта то есть любыми видами катания трекпинга и бега и вот это вот часто приходится на холодный период и часто приходится на зимний период когда температура на градуснике опускается ниже нуля 10 12 ну и до минус 20 градусов так вот наш пакет поставлять давайте вкратце еще скажу предназначение термобелья для того чтобы первое сохранять тепло второе выводить влагу термобелья есть несколько вариантов то есть его составных частей из чего он состоит основного материала я в принципе есть натуральные и есть синтетические материалы все зависимости от того для чего вы просто напросто будете использовать ваше термобелье если вы активными видами спорта будете заниматься либо активные ну походы там бег или тому подобное лучше брать из синтетических материалов это полиэстер и полипропилен если же вы будете просто полиэстер и полипропилен он и сохраняет тепло но не настолько хорошо как натуральные части но он очень хорошо выводит влагу то есть если вы будете платить влага будет просто выходить и одновременно еще сдерживать тепло если вы малоподвижны будете ну к примеру не знаю уйдете там на рыбалку где-то минус 10 минус 15 будет и вы будете практически все время сидеть и будете малоподвижны сюда больше подойдет шерстяные или же сейчас секундочку я вам скажу или же хлопковые это натуральные то есть они более приятный будет кожа более мягкие и более теплые но если вы в таком термобелье будете активно заниматься каким-либо видами спорта и начнете потеть тогда вот эти вот материалы шерсти хлопок очень плохо выводит влагу и будут держать влагу на себе естественно вы будете замерзать так что выбирает термобелье позаботьтесь о том для каких целей вы будете его брать я брал вот это вот синтетическое для активного времяпровождения скажем ну и теперь можем скрывать пакет в принципе если здесь кое-что указано рекомендации по стирке по ношению и что для чего вот смотрите 1 и смотрите 2 так смотрите внутри вот он такой естественная конечно примерю одену вот вы можете посмотреть здесь есть даже рисунок но от моего north face отличается немножко отличается материалом разный вид синтетики я бы так сказал ну пока еще в принципе не сильно то уж и холодно я попробую еще раз его протестить она все-таки должно хорошо выводить влагу посмотрим как будет ну побегайте сейчас у нас такая вот слякоть такая вот вода дожди и все прочее в принципе побегать у меня вряд ли получится а вот по типу трекинга активной и быстрой ходьбы да так ну и штанишки вот они штанишки по размеру кстати там размеры есть разные размер как я выбирал выбирал я судя по отзывам в отзывах ну там есть то есть размерная сетка ваш рост и по моему ваш вес если не ошибаюсь и вот я выбирал исходя из того что чтоб писать когда писали люди и прикладывали фотки то есть я вижу худощавое телосложение не худощавые рост и вес и когда вот эти вот суммируешь понимаешь примерно как будет сидеть на тебе посмотрим конечно угадал я или нет еще раз вам покажу немного я приблизил чтобы могли увидеть материал тянется он хорошо но и рекомендации какие по выбору по выбору я вам сказал по материалу для чего и также когда покупаете в любом случае нужно угадать с размером он должен всегда вас обтягивать но обтягивать не так чтобы вам некогда было дышать а сидеть просто как вторая кожа ну а дальше в принципе на него вы сможете одевать уж что-то другое в идеале в идеале вы покупаете термик термобелье дальше если активный но это не бег например дальше вы покупаете либо же это может быть активный занятий спортом пробежки но очень холодная морозная погода в общем в идеале это термобелье сверху флисовая кофта и сверху по типу лыжной или сноубордической ков курточки которая не продувается ветром все вот это вот максимальный набор и с этим набором вы будете в тепле и по максим будет выходить влага то есть смотрите термик выводит влагу хорошо пропускает флиска точно также хорошо пропускать влагу в купе они сохраняют тепло ну и сверху у вас есть накидка вот это вот лыжная сноубордическая куртка которая держит влагу держит ветер и собственно не выпускает из себя тепло вот это вот будет идеальный набор но точно так же мы поступаем и с штанами штаны естественно термик и наверх на термик просто какие-то сноубордические штаны там бывает с подкладкой бывают без подкладки но они внутри теплые снаружи не продуваемые и не пропускает влагу так давайте сейчас попробуем примерить и посмотреть что будет размером как я угадал или нет и скажу вам свои параметры и да по описанию что я в лоте в информацию товаре продавец указывает но не только продавец там такие вот рендеры фотки и все прочее есть там указано что материал полиэстер нейлон и спандекс то есть это искусственные материалы ну и так принципе смотрите как будет сидеть на мне вот этот вот вот это вот термобелье смотрите мой рост метр семьдесят семь телосложения как вы видите ну худощавые я не полный сидит в принципе ну немножко может быть даже запасы есть и вес мой семьдесят ну где-то плюс минус пару килограмм семьдесят килограмм вот это вот размер и учитывайте ну смотрите вот все как сидит сидит в принципе неплохо меньше я бы себе однозначно не брал больше но не знаем наверное бы тоже я думаю все таки с размером как-то угадал потому что есть есть кое-какой запас здесь есть куда тянуться ну принципе смотрите сами если примерно такие же параметры то советую брать если эти вес более вы крупные но рост такой же тогда уже стоит задуматься об xl к xl размеры по кстати по штанам здесь нормальный запас есть еще есть куда подтягивать кофта в принципе тоже видите кое-какой запас есть если по выбору размера ну во первых смотрите сетку продавца раз потом смотрите отзывы это два и третье чтобы я посоветовал это просто напросто ориентироваться от отталкиваться от моего если вы широкий но меньше по росту л к если вы широкий но такой же в рост или больше то тогда xl ну вот вот так вот ориентируйтесь дальше по размерам больше чем xl я вам не подскажу потому что там лучше уже ориентируйтесь по комментариям по ощущениям чувствую себя абсолютно комфортно по материалу как я сказал немножко отличается от моего термобелья north space ну а как будет на практике посмотрим дальше в принципе с размером это как сидит вы меня видели выводы в принципе делайте сами для себя я сделал вывод что для меня в принципе вот этот размер наверное будет оптимальный хотя я меньше однозначно нет больше думаю что тоже нет просто нет возможности измерить побольше ну а так принципе сидит комфортно облегает возможно больше было бы если был больше он бы то не облегал для меня и смысл бы в таком термике абсолютно терялся бы если вы покупали в китае на алиэкспресс или там на других интернет-магазинах термобелье напишите об этом в комментарии под этим роликом будет интересно почитать мне и всем зрителям данного видео ваш опыт использования такого термобелья если же вы хотите опыт использования спустя некоторое время оба таком термобелье напишите также об этом в комментариях я через некоторое время засниму его для вас специально протестию буду пока еще не так холодно точнее пока еще не так тепло буду ходить в данном термобелье и немножечко позанимаюсь спортом и дам вам знать насколько хорошее данное термобелье насколько оно практично ну а по этому видео у меня в принципе все если у вас остались какие-либо вопросы замечания предложения или пожелания пишите об этом также в комментарии под этим роликом всем кому данное видео понравилось либо было чем-то полезным ставьте лайки ссылочки вы найдете в описании под этим видео на данные товары подписывайтесь на наши соцсети делитесь данным роликом с друзьями знакомыми близкими ведь кому-то он может быть полезным но и всем спасибо за просмотр всем пока до новых встреч